Парламент Шотландии проголосовал за проведение повторного референдума о независимости этой страны. Предложение поддержали 69 депутатов против 59. Теперь первый министр Николас Терджин может просить британский парламент о назначении повторного голосования. И хотя три года назад люди уже сказали нет отделению, сейчас обстоятельства резко изменились. Как принимали это решение узнаем от Оксаны Кундеренко. Дубль-два. Правительство Шотландии требует повторного референдума о независимости. В региональном парламенте Эдинбурга проголосовали за новый плебисцит. А все из-за Брекзита. Шотландия хочет остаться в Европе и готова ради этого выйти из состава Соединенного Королевства. Первая по значимости в Шотландии, вторая в Великобритании. Николас Терджин не просто политическая фигура. Лидер шотландской национальной партии инициатор голосования. Она яро выступает за независимость и очень недовольна Брекзитом. Ведь шотландский электорат как раз хотел остаться в ЕС. 62%, если точнее. Нас заставляют идти против нашей воли. Выход из ЕС, зоны свободной торговли, для многих окажется очень тяжелым. Голос людей и голос парламента Шотландии все время игнорируют. И даже сейчас мы можем оказаться бессильными в вопросах Брекзита так точно. Стерджин хочет провести референдум побыстрее, осенью следующего года, до отделения Королевства от ЕС. Ее аргумент – богатая нефтью и газом Шотландия должна как можно скорее войти в единое европейское экономическое пространство. Споры о независимости не утихали никогда. Но вот новый возможный референдум только добавил нестабильности в бизнесе. А бизнес не любит подвешенного состояния. Мы теряем деньги. Накануне голосования в Эдинбург приехала лично премьер-министр. Тереза Мэй и Николас Терджин – два лидера с очень разными взглядами – поговорили с глазу на глаз. Но к согласию так и не пришли. Я хочу напомнить вам об общих ценностях – свободе слова, демократии, правах человека, верховенстве права. Все это держит Соединенное Королевство вместе перед вызовами. Великобритания покидает Евросоюз и ищет новое место в глобальном мире. И наша сила в эти непростые времена – единство. Последнее слово все равно остается за Лондоном. И тут Тереза Мэй ясно дала понять, что сейчас не время. Если референдум и состоится, то только после Брекзита. Впрочем, и Европейский Союз не очень-то ждет Шотландию в своих рядах. Никакого быстрого пути к членству нет. Поблажек не предоставят. Годы уйдут на то, чтобы присоединиться к Евросемье. Похожие разговорами о референдуме шотландские политики лишь зарабатывают себе очки. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер».